31 декабря 2023 год в общем то я подумал о том что россиян то я уже сегодня поздравлял пожелание за и выказывал отправиться на небеса через реку стикс на бдк новороссийск по примеру черкасск отправиться вот возгонка из твердого состояния сразу в газообразная минуя жидкая да но сейчас подумал на даши украинцев поздравить пожелание сказать наверное лучший совет который можно сдать сейчас это то что дуглас адамс свои hitchhiker guide to the galaxy don't panic don't panic не паникуйте как сказал там кто-то тоже не понравилось пока я жив не по ним ну или свою цитату процитирую сам себя афоризм свой скажу очень древние еще народу в 2010 он написал переживать бесполезно всех не переживешь так что оставьте это дело 2024 год наверняка будет полон приятных сюрпризов обратите внимание на то как этот новочеркасск был отправлен в ад какие-то у нас появляются вооружения о которых российское по представлении не имеет судя по отсутствия какой-либо реакции или попытки сбыть и сбить эти ракеты кассетные боеприпасы меня сильно впечатлили ну и в общем то кроме того мы ждем а в 16 и что важнее того еще и обвес на него и это будет замечательно помимо всего прочего ну я пытаюсь оптимизма какого-то добавить потому что разочарованы все отсутствием успехов при наступлении в этом 2023 году результата какого-то существа ничего страшного ничего страшного это просто затянется чуть на дольше россия 2024 году попадет в идеальный по-моему шторм там сразу все и дефицита бюджета и использование золотовалютных этих запасов фонда национального благосостояния и повышение инфляции там до 150 за доллар рубля и санкции которые все ту же и ту же ну то есть я думаю что все в порядке будет уже если собираются силуанов изымать 40 триллионов которые лежат за россиян на счетах это хороший признак если валютные сделки запрещают то есть возможности воевать с украиной у россии будет в 2024 году гораздо меньше вообще сильно мне настроение поднял только что фотография где на глобусе на месте месте российской федерации было написано не россия северная салтовка какого чаю я пойдут где ты там было писано было салтовку но это уже от себя очень северная салтовка это район где я живу в харькове который сильно пострадал от рашистских действий в общем с наступающим новым годом есть хорошие шансы что эта война закончится уже в 2024 году полным коллапсом российской федерации совершенно не нулевые шанса очень много всего накапливается одновременно это колосс на глиняных ногах может рухнуть также неожиданно как советский союз бах нет его а россия далеко не советский союз российская федерация с наступающим ребятки свободы украина